Всем еще раз добрый день. Меня зовут Канегина Ольга. Я работаю техническим писателем в X5 Tech. И сегодня хочу вам рассказать, как может измениться работа команды с приходом технического писателя. Вначале я немножко расскажу о себе. Я работаю техническим писателем больше двух лет. До этого четыре года работала инженером-технологом в машиностроении и писала технические процессы для деталей паровых и газовых трубин. В свою команду я пришла первым техническим писателем, поэтому мне пришлось с нуля выстраивать взаимоотношения с командой разработки, с темными аналитиками, с бизнесом и тестированием. Я считаю, что мой доклад будет интересен команде разработки, бизнесу, project manager, а также всем тем, кто еще не работал с техническим писателем и мало знает о нашей роли. Сегодня предлагаю поговорить про то, как жила команда без технического писателя и с какими сложностями она сталкивалась вначале. После этого предлагаю обсудить, почему для решения этих сложностей взяли именно технического писателя и как он смог помочь. Далее расскажу о процессах, как работали все вместе, интегрировали новую роль в команду. И закончу рассказом о результатах нашей работы, к чему в итоге мы пришли. Итак, начнем сначала. Как же жила техническая команда без писателя? Я работаю в компании X5 Club в команде единого центра партнерств. Мы входим в единую программу лояльности X5 Club и внутри своей команды разрабатываем универсальное API, которое позволяет компаниям предлагать услуги своим клиентам через программу лояльности X5 Club. Возможно, мы бы про нее слышали, кто-то, может быть, с ней даже взаимодействовал. Основной смысл в том, что клиент может заказать, например, букет на Flow.Wow, используя баллы пятерочки. Всю работу внутри нашей команды можно условно разделить на два направления. Внешнее и внутреннее. Во внутреннем направлении мы разрабатываем универсальное API. Я про него только что рассказала. И внешнее — это разработка личного кабинета для менеджеров X5 Club, где они могут систематизировать всю информацию о партнере, работать с его акциями. Дальше в темном докладе я буду время от времени упоминать термин внешние партнеры или просто партнеры. Так мы называем компании вне X5, которые хотят взаимодействовать с нашим API. Итак, я рассказала про команду, и после начала ее работы она росла, брала себе новые задачи, но вместе с этим время от времени сталкивалась с некоторыми сложностями. Например, в начале работы партнеры не всегда понимали, как корректно интегрироваться, им не хватало информации. Внешняя документация, которая передавалась партнерам, представляла собой верхнеуровневое описание методов API и также не отвечала на все вопросы. Команда тестирования и разработки вместе с менеджерами взаимодействовали с внешними партнерами и отвечали на их вопросы по интеграции в режиме реального времени. Эта проблема и не только влияла на длительные сроки выполнения задач. Документацию и внешнюю и внутреннюю разрабатывала системная аналитика. То есть, кроме непосредственно своих задач, он еще и писал документацию для партнеров. Менеджеры X5 не пользовались личным кабинетом, поскольку было сложно понять, как это делать без документации и при этом не отвлекая команду разработки. Ну и в целом у команды не было понимания, как работать с документацией, какая документация нужна прямо сейчас, какая потребуется в будущем. Если посмотреть на каждую из этих проблем, иногда может возникнуть соблазн решать каждую задачу индивидуально. Например, нанимать больше разработчиков или платить за внеурочное время работы членов команды. Но если попробовать посмотреть на все эти боли в едином ключе, то их может решить документация. Однако не самая простая документация здесь нужна. Нужна особенная документация. Документация, где будет учтена целевая аудитория. Она должна быть написана с заботой о пользователе, а также правильно структурирована, чтобы пользователь, когда читает документацию, мог быстро найти информацию, не тратить свое время, если он не хочет, например, просматривать прям целиком документ. Кто же может писать особенную документацию? На этот вопрос у меня один ответ. Это технический писатель. И команда выбрала технического писателя, поскольку внутри X5 на момент моего прихода была уже сформированная сильная команда техписов. Про их работу знали, им доверяли. И в некотором роде выбор был очевиден. Но если у вас в компании еще нет технических писателей, то хочу обратить ваше внимание на другие мои аргументы. Технический писатель — это профессионал в разработке документации. Он занимается только этой одной задачей и не тратит время на что-то остальное. Документация, которая разработана техническим писателем, повышает доверие к продукту и его ценность. И последнее — это то, что технический писатель понимает пользователя, знает о его болях, переживаниях и разрабатывает документацию, которая закроет все его потребности. После того, как команда определилась, какой специалист им нужен, они задумались, что делать дальше и как организовать процессы таким образом, чтобы новый специалист стал не просто приходящим и уходящим сотрудником, который выполняет свои задачи и уходит, а полноценным членом команды, чтобы вместе с другими все могли работать на достижение общего результата. И решением этой ситуации стала интеграция. Я предлагаю разделить этот большой процесс интеграции на три этапа, чтобы подробнее рассказать о каждом. Итак, первый этап — знакомство. Ну, тут вы мне можете сказать, что все прекрасно знают, что нужно познакомить нового члена команды с другими, как-то пообщаться вначале. Однако по своему опыту я могу сказать, что часто бывает так, что знакомится только, например, менеджер продукта и сам технический писатель. Я предлагаю для глубокой интеграции и вовлечения новой роли выделить время и собрать всю команду и познакомить их с новой ролью и с техническим писателем. Таким образом, каждый член команды сможет узнать нового коллегу лучше, понять, для чего этот человек пришел в команду, какие задачи он будет решать, что ему поручат в первую очередь. В свою очередь технический писатель сможет рассказать больше о себе, подсветить какие-то неочевидные свои знания, например, что он может работать с интерфейсными текстами. Следующий этап — это доступ к встречам, к продукту. И тут, конечно, более стандартные итерации, которые все проходят. Однако в рамках интеграции технического писателя я хочу подсветить, что этой роли нужны абсолютно все знания о продукте. Просто все. Начиная с каких-то заметок продукт-оунера в начале продукта, заканчивая тестовыми стендами или, если у продукта есть интерфейс, это макеты в Figma. Итак, после того, как два этапа прошли, можно рассказать техническому писателю о процессах, которые происходят в вашей команде и как у вас все устроено. После этого, так как часто технический писатель бывает новой ролью в команде, я предлагаю дать некоторое время для технического писателя, чтобы он посмотрел со стороны на ваши процессы, немножко поварился в них. И, возможно, после этого он сможет дать корректирующую и обратную связь, в которой будут предложения по улучшению и процессов своей работы и работы всех членов команды. Я это рассказываю, поскольку как раз у меня была точно такая же ситуация. И вот, что мы делали для того, чтобы улучшить как мои процессы, так и работу внутри команды. Поскольку в X5 есть команда технических писателей, то каждый из нас работает на две команды. На команду продукта и на команду технических писателей. Поэтому первым шагом мы настроили автоматическое дублирование наших задач в команду технических писателей. Это было сделано для того, чтобы процессы стали более прозрачными и все видели, насколько загружен технический писатель, на какой задачей он сейчас работает. Я понимаю, что не в каждой компании есть целый отдел технических писателей, поэтому я предлагаю посмотреть на этот пример, как некий шаблон, чтобы подумать, как можно улучшить прозрачность процессов в вашей компании. Например, если вы менеджер продукта и у вас один технический писатель, вы можете подумать о том, чтобы дублировать его задачи в команду разработки, чтобы они знали, опять же, над чем работает технический писатель и что сейчас у него в приоритете. На следующем этапе мы выделили для меня в команде отдельный свимлайн, чтобы мои задачи были видны в процессе обсуждения на дейле. И, опять же, все коллеги знали, над чем я сейчас работаю, что хочу делать дальше. Эта потребность возникла, поскольку, когда я пришла только в команду, мои задачи ставили вместе с задачами других коллег. И в процессе обсуждения на некоторых встречах иногда возникала небольшая путаница. После того, как были выполнены первые два шага, процессы значительно улучшились, и всем стало намного комфортнее работать. Однако время от времени возникали ситуации, когда я пропускала задачи, где можно было бы помочь мне как техническому писателю. Поэтому я стала анализировать задачи коллег на других досках, чтобы понять, где может потребоваться помощь технического писателя. Спустя время самые инициативные из коллег даже стали самостоятельно тегать меня в карточках, уже понимая, как и где я могу им помочь. Отдельно хочу остановиться на взаимодействии с командой разработки, поскольку узнаю, что иногда это может быть не так просто. В мою команду разработки я считаю, что можно включить разработчиков бэкэнд, фронтэнд команд, Девопса и команду тестирования. Каждый из нас работает в разных часовых поясах, и до моего прихода в команду никто из коллег не работал с техническим писателем и не знал вообще, зачем мы нужны, какие наши функции в команде. Поэтому в процессе работы я выделила для себя несколько подходов, которые помогли мне улучшить взаимодействие и четче работать. Так, на первом этапе во время постановки задачи я согласовывала, с кем именно из команды разработки буду работать. Обычно это было один-два человека по теме, которые я писала документацию или которые были более свободны в этот момент. После этого с каждым из них я договаривалась о формате взаимодействия. Кому-то было удобнее делать несколько коротких созвонов в течение недели, а с кем-то мы обсуждали все вопросы перепиской в чате. Кроме этого, чтобы меньше занимать время своих разработчиков, я задавала время, задавала вопросы в общем чате команды. У нас достаточно небольшая команда и многие специалисты обладают смежными компетенциями. Часто на мои вопросы отвечали системные аналитики, и это снижало время на ответы от команды разработки. После того, как документ был разработан, я просила проверять документ не только проводить факт-чекинг, не только, не всю команду разработки, а только одного-двух разработчиков, тех, с кем договорилась на первом этапе, или, может быть, опять же, те, кто был в этот момент более свободен. И в процессе обсуждения документа я старалась находить компромиссы в формулировках и более подробно аргументировать свою точку зрения, поскольку все это было по-новому для коллег в том числе. Дальше хочу рассказать о первой задаче, чтобы было больше понимания, с какими вопросами можно обратиться к техническому писателю на конкретном примере. Итак, моей первой задачей стала переработка внешней документации для партнеров, которые интегрируются в нашем апе. Эта задача стала еще первой потому, что эти инструкции выходят за пределы компании и влияют не только на нашу команду, но и в целом на бренд. После того, как документация была переработана, она стала более консистентной, там стало больше примеров, которые позволяют внешним партнерам непосредственно понять, что происходит на каждом этапе и действовать согласно предложенному сценарию. Кроме этого, в документе лучше расставлены акценты, чтобы пользователь проще ориентировался по всему документу. Кроме этой задачи были еще много задач после этого, но предлагаю перейти уже к итогам и рассказать, чего мы достигли все вместе. После того, как была выполнена первая задача и более подробно расписан документ для интеграции, основная часть однотипных вопросов, которые были ранее, отпали, и команда разработки смогла сфокусироваться непосредственно на своих задачах, стала более эффективной, и через несколько месяцев мы передали всю поддержку на службу поддержки и на менеджеров. Системные аналитики и команда разработки, которые раньше занимались непосредственно разработкой документации, также перестали участвовать в этом процессе. Сейчас я взаимодействую только с командой разработки, и они отвлекаются от своих непосредственных задач на вопросы, на ответы, на итоговое ревью, и по нашим подсчетам это занимает около пяти часов в месяц. Параллельно разработке личного кабинета проводилась разработка и руководство пользователя для менеджеров X5, и поэтому, когда сервис уже передали в эксплуатацию, менеджеры не отвлекали коллег из разработки и в целом из команды для того, чтобы уточнить, как работает та или иная СИЧа. Они пользовались руководством, где были все ответы на их вопросы. После того, как я пришла в команду, объем документации вырос в четыре раза. И я считаю, что эта тенденция, в общем-то, будет продолжать расти. Почему это хорошо? Так как больше процессов, этапов и в целом результатов работы команды будет задокументировано, тем более качественный информационный след оставит после себя команда. Это позволит новым коллегам, которые будут приходить, проще интегрироваться и быстрее вовлекаться в решение задач. Ну и в заключение своего доклада я бы хотела предложить некоторые рекомендации, идеи по взаимодействию технических писателей и команды разработки. Вы можете делать скрины, отправлять своим коллегам или забирать себе на будущее. Я начну с технических писателей. Первая идея, рекомендация это разберитесь с основными технологиями и инструментами, с которыми работает ваша команда. Таким образом вы сможете более комфортно получать ответы на свои вопросы, более быстрее это делать и в целом разговаривать друг с другом на одном языке. Следующая рекомендация создайте регулярные встречи или их аналоги. Тут хочу подсветить два момента. Во-первых, это регулярные встречи. суть регулярных встреч в том, что они уже заранее запланированы и таким образом вам будет проще собраться и начать задавать вопросы разработчикам, может быть, иногда им меньше бояться этого. Второй момент это их аналоги. Тут не стесняйтесь спрашивать у коллег, какой формат взаимодействия им более близок. Может быть, не всем подходят именно регулярные созвоны, может быть, лучше время от времени переписываться в чате и таким образом получать ответы на свои вопросы. Следующее предложение это работайте в одном источнике, в одной программе. Что я здесь имею в виду? Например, если вы работаете с конфлюенсом и пишете документацию там, то не нужно отдельно для коллеги выгружать вордерский файл или в PDF, дайте ему доступ к своему пространству и таким образом вы снизите число правок в разных источниках и в целом будете быстрее взаимодействовать. И последняя рекомендация это задавать конкретные вопросы, одно сообщение, один вопрос. Это рекомендация прям непосредственно из моего опыта, поскольку таким образом коллеги из разработки не смогут пропустить ни один ваш каверный вопрос о системе и, опять же, это приведет к лучшему взаимодействию. Далее рекомендации для команды разработки. И первая идея это я предлагаю подумать о роли технического писателя и как-то, может быть, внутренне согласиться о том с тем, что вы всей командой работаете на один результат. В данном случае технический писатель в команде это как раз та роль, которая позволит вам заниматься теми задачами, которыми вы хотите заниматься и тратить меньше времени на что-то отвлекающее вас. Вторая идея схожа с техническими писателями это соглашаться на встречи или их аналоги. Опять же, не бойтесь самостоятельно предложить техническому писателю другой способ коммуникации и соглашайтесь на встречи, поскольку технический писатель является неким проводником между разработкой и пользователем и таким образом вы будете уверены, что пользователь знает о всех новых фичах и тем, что происходит в вашем продукте. Следующая рекомендация отвечайте на вопросы и будьте открыты к предложениям. Тут я хочу сакцентировать внимание о том, что технический писатель, опять же, смотрит на продукты с точки зрения пользователя, он может подсветить вам неожиданные решения или наоборот увидеть плохо работающий сценарий, о котором, возможно, вы не думали в процессе разработки. И последняя рекомендация делиться знаниями, доступами к разным сервисам, которых вы знаете. Тут, конечно, не нужно, как только придет технический писатель, сразу проводить ему лекс о том, как работает ваша система на несколько часов. Главное, в процессе обсуждения и коммуникации с техническим писателем подсветить и подсвечать ему нюансы работы вашей системы. Возможно, у вас что-то работает не совсем стандартно, возможно, какой-то блок кода вы кастомизировали или какую-то часть системы, и это в будущем поможет техническому писателю лучше понимать, как работает ваш продукт. Итак, в завершение своего доклада я бы хотела еще раз обратить ваше внимание на то, что технический писатель это не просто член команды, который разрабатывает документацию, но и специалист, который может повлиять на внутренние процессы и на взаимодействие внутри команды. Спасибо вам за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы. Оль, спасибо за доклад. Вопросы у нас уже есть, продолжайте их задавать. Оль, ты не забудь только запомнить вопрос, который тебе понравился больше всего. Так, первый вопрос на экране бегущей строкой. По вашему опыту, из каких людей эффективнее брать технического писателя? на какие навыки кандидата в первую очередь смотреть? Это, на самом деле, достаточно сложный вопрос, потому что, если взять такую очень-очень грубую статистику, то в технические писатели идут либо люди, которые раньше, например, занимались разработкой и могут, например, писать код, либо это люди с, скажем так, более гуманитарным, если можно выразиться, с бэкграундом, они писали какие-то до этого тексты или, например, были переводчиками. Я считаю, что тут все очень индивидуально и зависит от непосредственно продукта, где вы работаете. Если вам нужен технический писатель, который разбирается в коде, то, конечно, вам нужно смотреть на более хардовые технические навыки. Если это инструкции для пользователя, то тут, наверное, важнее стиль, с которым работает технический писатель, и на это стоит обращать внимание. Другому, мне кажется, можно многому научиться уже непосредственно в процессе работы. Спасибо. Как думаешь, продолжение этого вопроса, как думаешь, что проще, научить технаря грамотно писать или гуманитария кодить? ой, ну, тут тоже, конечно, все очень индивидуально. Мне кажется, что техническим, ну, со своей стороны, я думаю, что техническим навыкам научить проще, как будто у этого больше структуры, а как именно писать стилем иногда бывает сложнее, потому что мы часто привыкаем к определенным паттернам, у которых нет структуры. Спасибо. Следующий вопрос. А не боитесь, что в определенный момент документации станет слишком много, ее перестанут читать и будут просить коротенькие видео вместо этих множества букв? Ну, такое тоже может быть, но для этого же тоже нужны технические писатели, которые будут писать текст очень короткий, емкий для этих видео. То есть я не боюсь, что документация уйдет или ее будет слишком много, поскольку знают действительно очень много людей, которые смотрят инструкции к технике и прям перед использованием читают ее. То есть тут просто это будет новый формат, который не заменит старый. Ну, и главное, чтобы это множество букв возникало не потому, что у кого-то неудовлетворенная амбиция в графомании, а потому, что действительно много продуктов, много сервисов, и, возможно, действительно в дополнение к ним нужны какие-то короткие заметки. Спасибо. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как именно посчитали, что разработчики тратят 5 часов в месяц на ревью документации с помощью опроса или какими-то еще способами? Очень интересно, хочется посчитать своей команде. Да, у нас отслеживается время у работы команды, и через где-то, может быть, месяцев 7-8, как раз, когда я готовилась к этому докладу, я спросила, сколько времени... Ну, наверное, это все-таки более оценочное, но вот они мне дали такую цифру, поэтому я посчитала, что могу ее использовать в докладе. Вы можете сделать так же или попробовать какие-то сервисы именно, если хотите, более четких результатов конкретных, именно какие-то сервисы, которые будут отслеживать время? Хуливарный вопрос, да, про сервисы, которые отслеживают время, мне кажется, в сообществе разработчиков. Да, но тут, наверное, важно правильно спозиционировать команде, что это не для того, чтобы стоять над душой с таймером, а вот чтобы понять действительно, как оптимизировать нам какие-то процессы, поэтому мы в команде, например, трекаем время писателя именно вот с позиции, что потом это все оптимизировать будет над чем. Спасибо. Следующий вопрос. Какие есть KPI для оценки эффективности документации, чтобы понять, что решение о найме этих писателя в команду было верным? Я думаю, что у нас все-таки KPI занимается наш Team Lead, и в каждой команде он оценивает результат, но вот тут мне кажется, что это, во-первых, будет обратная связь от партнеров, в моем случае, которые с нами взаимодействуют, и, по крайней мере, я могу сказать, что цифры интеграции, время интеграции партнеров может служить некоторым KPI для оценки эффективности документации, то есть, если раньше была документация, например, партнеры интегрировались две, могли и три недели, то сейчас они могут интегрироваться за неделю. Также это может быть какие-то другие специализированные сервисы, которые отслеживают количество пользователей в этой документации, вообще читают ее или нет, как часто к ней обращаются, сколько времени проводят, то есть, мне кажется, такие два, либо два способа, либо более технические с конкретными метриками, либо связанные с обратной связью от пользователей. Спасибо. И последний вопрос. Вопрос про конкретные вопросы. Что, на ваш взгляд, эффективнее при общении с разработчиками? Открытые вопросы или закрытые? Ну, открытые вопросы, максимально простые, понятные, то есть, чтобы был четкий ответ на вопросы. Открытые или открытые, это там, где нужно написать что-то... нет, наоборот, закрытые да или нет, а открытые там, где нужно расписать или я путаю, или... Я запуталась. В общем, мне кажется, что вопрос нужно формулировать максимально просто. Может быть, потом, может быть, сам вопрос стоит разбить на несколько частей и задать его последовательно, или чтобы один вопрос вытекал из другого. Тут, наверное, формат не важен, главное, чтобы вас понимали и как можно быстрее ответили на него. Например, вопросы формата «Правильно ли я понимаю что?» Да, да, очень вежливая формулировка. Да, в чате подсказывают, что закрытые как раз да или нет, ну, получается, закрытые. Ну, тогда, да, но все равно, мне кажется, здесь все достаточно очень субъективно зависит от коллег. Вы их чуть-чуть все равно, когда общаетесь, узнаете и понимаете, что им лучше подходит. По крайней мере, попробуйте и закрытые, и открытые, а потом, что лучше сработает, то и дальше можно использовать. Потом варианты с тестами, ответами, для чего хотя бы, что будет эффективнее в конкретном вашем случае.